Со следующего года представители малого и среднего бизнеса будут освобождены от налога на три года. Об этом сегодня в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил министр национальной экономики Республики Казахстан Руслан Даленов. Это один из тех вопросов, на котором был сделан особый акцент в послании президента. Сегодня в столице обсудили первые результаты стратегического документа главы государства. В этом году экономика страны демонстрирует неплохие результаты. Рост валового внутреннего продукта за 10 месяцев составил 4,4%. Преобладает развитие по следующим направлениям. Легкая промышленность, фармацевтика, машиностроение. Тем самым ситуация на рынке труда значительно улучшилась. Повысились реальные доходы населения. Уровень безработицы значительно снизился и составил 4,8%. Одной из основных задач, поставленных президентом, является поддержка малого и среднего бизнеса. На следующее время более 30% населения страны занимаются предпринимательством. Стоит задача увеличить этот показатель в разы. В соответствии с этим, начиная со следующего года, субъекты малого предпринимательства освобождаются от уплаты подоходного налога сроком на 3 года. Кроме того, будет объявлен мораторий на проверку. Таким образом, за 3 года будет приостановлено около 100 тысяч проверок. В результате бизнеса мы посчитали. За 3 года сэкономят 382 миллиарда деньги. Это хорошая сумма. Сэкономленные деньги позволят предпринимателям пополнить оборотные средства и в целом улучшить свою деятельность. Наряду с освобождением от налога для малого и микробизнеса, с 1 января 2020 года будет введен мораторий на проверки также на 3 года. Это является одним из поручений главы государства. Самые эффективные инвестиции – это средства, затраченные на образование. Для повышения качества образования и статуса учителей был принят новый закон. Как показывает практика, выпускники со знаком Алтын-Бегей не занимаются дальнейшим преподавательской деятельностью. Послание президента дал особое значение этому вопросу и поставил конкретные задачи. Решаются 4 большие проблемы. Во-первых, снижение нагрузки. Во-вторых, это стимулирование. Третье – нематериальные стимулы. И четвертое – вопросы поддержки педагогов. На сегодня законопроект одобрен в Можелизе во втором чтении. Сейчас на рассмотрении Сената. До конца года должен быть принят закон. По поручению президента, проект закона должен быть обеспечен финансами. 5,3 триллиона сенге будут выделены именно на реализацию этого законопроекта. Это очень большие средства. За короткое время проделана большая работа. По всем направлениям замечены хорошие показатели. При этом главное – сближение между властью и общественностью. Диалога власти и народа. В послании была озвучена формула диалога между народом и властью. Разработана концепция слышащего государства. В настоящее время она успешно реализуется. Мы видим обратную связь с населением. Однако в этом направлении еще многое предстоит сделать. Кроме того, принят ряд законодательных актов в рамках реализации послания. До конца года в связи с конкретными поручениями Касымжу Марта Такаева перед государственным аппаратом и правительством будет утвержден ряд документов.